Я земля, я своих не забуду, питомцы. О космосе и об освоении его просторов человеком на празднике закрытия недели космонавтики звучало множество песен, рассказов и даже стихотворений. Начался концерт с показа небольшого фильма о полёте в космос Юрия Гагарина. Всё, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете. Танцевальные коллективы и вокальные ансамбли Дворца детского и юношеского творчества имени первого космонавта планеты один за другим сменяли друг друга. И песни, и танцы, звучавшие на празднике, объединены были одной темой – первого полёта человека в космос. После красочных номеров на сцену поднялись победители областного конкурса «Созвездие Гагарина». Это десятки парней и девчонок из разных школ области и города, чьи работы стали лучшими в номинациях «Путь к звёздам» и «История одной фотографии». Я решила выбрать тему «Историческое значение полёта Юрия Гагарина и как его восприняли во всём мире». Потому что у меня папа очень увлекался работами, ну, полётом Гагарина, много мне об этом рассказывал. Моя тема – это развитие отечественных ракетных двигателей на жидком топливе. Я изучил две книги, очень достаточно объёмные, и несколько журнальных публикаций, и на сайтах смотрел информацию. На праздничный концерт было приглашено немало интересных и почётных гостей, которым было о чём рассказать молодёжи. Вячеслав Усачёв – однополчанин Юрия Гагарина. С удовольствием поделился с ребятами своими воспоминаниями. Был такой обычай, кто прибыл молодых лётчиков, о морячивании. То есть мы брали их, то ли ведро воды обливали, то ли голову в бочку даже некоторые окунали. В завершении концерта все желающие могли лично пообщаться с человеком, который был знаком с первым космонавтом планеты. Екатерина Зодина, Александр Друсинов. События. Брянск.